Привет, мой друг! Сегодня у нас эксперимент на грани фантастики. Будем делать антенну из самых обычных лезвий. Ты только посмотри на эту горстку, кто бы мог подумать, что из нее можно выжать цифровой сигнал. Достаю магниты, с ними лезвия превращаются не просто в металл, а в антенную магию. А еще два маленьких болтика, вроде бы ерунда, но сыграют ключевую роль. Начинаем сборку. Укладываю лезвия прямо на два магнита так, чтобы они перекрывали всю его площадь. Это база, и она должна быть прочной и точной. Теперь примеряю конструкцию. Добавляю еще два лезвия, цепляя их краешками к магнитам. Получается что-то вроде металлических крыльев. Закрепляю все надежно. Центральное лезвие сверху магнитов, а два боковых снизу. Это не просто красиво, это усиливает прием. Каждое лезвие будет собирать волну, как антенное зеркало. И кстати, чем четче и симметричнее все соберешь, тем точнее антенна будет ловить. Не просто DIY, а уже почти инженерия. Аккуратно сгибаю конструкцию, превращая ее в треугольник. Такой угол работает как концентратор сигнала. И все держится на магнитах. Беру коаксиальный кабель и отрезаю нужную длину. У каждого может быть своя. Все зависит от расположения телевизора и тюнера. Важно, чтобы кабель не был поврежден. От него зависит стабильность сигнала. Каждый миллиметр здесь играет свою роль. Берем наш коаксиальный кабель и отмеряем 7 сантиметров. Аккуратно снимаем внешнюю изоляцию, не повредив оплетку. Она нам еще пригодится. Главное делать это не спеша, чтобы все получилось с первого раза. Теперь аккуратно стягиваем оплетку вниз. Не обрезаем ее, просто сдвигаем. Она будет играть важную роль в конструкции. Чем плотнее оплетка, тем стабильнее будет сигнал. Зачищаю 6 сантиметров изоляции с центрального проводника. Работаю аккуратно, чтобы не повредить жилу. Она будет основным приемником сигнала. Чистый и длинный контакт – залог хорошей связи. Продеваю центральную жилу через угол между лезвий. Фиксирую так, чтобы один сантиметр изолированной жилы не касался самих лезвий. Только удерживал их. Это важно. Контакт нужен только в нужной точке, чтобы антенна не ловила лишние помехи. Теперь центральный проводник аккуратно фиксирую на правом болтике. Оборачиваю жилу вокруг, подтягивая пассатижами, чтобы был плотный контакт. Это будет наша активная часть антенны, напрямую связанная с телевизором. Каждый виток жилы – это как виток доверия к антенне, сделанный своими руками. Важно, чтобы провод сидел плотно и не болтался. Сигнал не любит нерешительности. Да, возможно, это просто болтик, но в этой схеме он как дирижер в оркестре. Теперь оплетку, которую мы заранее сдвинули, скручиваем в тугую косичку. Она будет играть роль земли, второго контакта. Чем плотнее скрутка, тем меньше потей сигнала. Все как у профи, только своими руками. Томас Эдисон однажды сказал, «Гений – это 1% вдохновения и 99% пота. А у нас здесь 1% меди и 99% смекалки». Перед тем, как закрепить, продеваем нашу оплетку прямо через отверстие в лезвии. Это не просто для надежности. Таким образом мы создаем прочную электромеханическую связь. Сигнал любит порядок, и мы ему этот порядок даем. Теперь оплетку, скрученную в косичку, крепим ко второму болтику. Накладываю ее так, чтобы она хорошо прижималась к лезвию и вошла в плотный контакт с болтом. Это не просто соединение. Это канал для обратного сигнала, который замыкает схему. Все как в старых военных приемниках. Надежно, проверено, работает. Вот она, финальная форма нашей антенны. Смотрится устрашающе и по-научному одновременно. Лезвия, магниты, болтики – все на своих местах. Все работает как единый организм. И самое главное, сделано не на заводе, а в обычных домашних условиях. Теперь перехожу к другому концу кабеля. Снимаю изоляцию, подготавливаю его под установку F-коннектора. Здесь главное не спешить, чтобы не повредить оплетку и центральную жилу. Как говорил один мой знакомый мастер, кабель не прощает неуважение. Ну а мы уважаем каждую жилу, особенно если она дает нам сигнал. Устанавливаю F-коннектор. Классика жанра. Накручиваю его с усилием, чтобы все сидело плотно. Если сделать плохо, можно потерять половину каналов, а мы этого не допустим. На выходе должна быть надежность, почти как в советских холодильниках. Работает вечно и без нареканий. Теперь ставим G-образный коннектор. Он позволит удобно подключить антенну к телевизору или к тюнеру. И вот наша антенна. Поясню для особо интересующихся. Магниты усиливают электромагнитное поле, а лезвия действуют как приемные лепестки. Такая конструкция не только ловит сигнал, она его приручает. Скажу честно, даже заводские модели могут позавидовать этой штуковине. Достаю TV-тюнер. Время узнать, на что способна наша антенна. Подключаю питание. Вставляю HDMI кабель от монитора. И теперь торжественный момент. Антенна входит в бой. Сделана в домашних условиях, а звучит как научная фантастика. Вот и все, друзья. Каналы появились, сигнал стабилен. А антенна работает, как будто собрана на секретном заводе. Ни одной копейки на дорогущие устройства. Только смекалка, лезвие и немного желания поэкспериментировать. Если вам понравился этот проект, не забудьте поставить лайк, подписаться и написать в комментариях, какие еще безумные антенны мы сможем собрать. А пока берегите руки, будьте аккуратны с лезвиями и ловите сигнал, а не хай. Спасибо, что смотрите, поддерживайте и вдохновляйте на новые изобретения. Вы двигатели этого канала.